Здравствуйте. Термин «научный атеизм» появился в 1954 году. До этого не было такого термина, был просто атеизм. А одно из постановлений ЦК КПСС по поводу атеистической пропаганды, и там вот этот термин фигурировал впервые, научный атеизм. Вообще-то говоря, то, о чем мы говорим, научный атеизм появился в XVIII веке после достижений науки, которая многое что объяснила. Стало казаться, что все очень просто. Планеты движутся по небу по законам Ньютона. Организм человека – это набор трубопроводов, по которым насос прокачивает кровь, жидкость. Железы выделяют свой секрет. Вот слюная железа, пока я говорю, выделяет слюну. А вот там вот мозг – тоже железа, она выделяет мысль. Это тоже секрет вот этой железы, так они считали. Все просто. Для чего нужен Бог в мире? Что-то, чтобы нас наказывать только, да? Ну, для Бога было место в картине мира – сотворение мира. О, очень просто без этого обойтись. Мир вечен, мир никогда не был сотворен, да? Представляете, скалы, море вечно плещутся, вечно над ними ходит солнце, вернее, земля ходит вокруг солнца. Вечно горит солнце. Так было в XVIII веке, когда не было закона сохранения энергии, физики, известно. В XIX веке этот вопрос уже встал ребром. А почему светит солнце, откуда берется энергия, почему оно светит вечно, если мир вечен? И вот этот вопрос почти полтора столетия удавалось научным атеистам откладывать ответ на него. Они говорили так – мы не знаем природу энергии солнца. Вот и все. Ну, в 50-й год XX века так уже говорить было нельзя, потому что природа энергии, которая выделяется в недрах солнца, стала известна. Это термоядерные реакции. И они потребляют топливо для термоядерных реакций. Водород, гелий, легкие изотопы. Они должны рано или поздно кончиться. Значит, звезды за бесконечное время должны были прогореть. И вот я вам сейчас перескажу статью из физической энциклопедии той поры «Стык 50-х-60-х годов». Там пишется примерно так. Видите ли, в чем дело? Дело в том, что произошел очень редкий случай. Гигантская флуктуация. Ну, очень-очень случайный случай. Со всей Вселенной собрались молекулки, атомы. И такая, понимаете, облака образовалась. Ну, случайная. Лотерея своего рода. Облака газа. Под действием гравитации облака сжалась, нагрелась, загорелась звезда. Тут где-то тут приобрелась полевая туманность. Залетали планеты. По планетам забегали всякие живые существа, динозавры. Обезьяны спустились с деревьев и начали читать по телевизору лекции друг к другу. Вот такая вот история. Тут все хорошо. И объясняется такое. Ну, просто вам повезло. Это редкое стечение обстоятельств, что загорелось солнце. Я сейчас попробую вам это дело рассказать по-простецки. Вот представьте себе. Маленький я, совсем маленький, стою на крылечке с своим папой. А во дворе стоит перед домом Волга. Самое дорогое, что есть у советского человека. Папа мой выиграл ее в лотерею. При его зарплате он не мог заработать. Он там грузчик на овощей базе. Поднимаете? Да, может, весовщик. Не знаю уж. 60 рублей, мама не работает, семья большая. Выезжаем мы на Волге. Справа там один товарищ Папин едет, слева другой тоже. Весовщики, грузчики, колдовщики. У всех маленькие зарплаты. Все выиграли Волги в лотерею. Так возможно? Нет, конечно. Правда. В этом нельзя поверить. Слишком маловероятно. Но так дело в том, что кроме нашего Солнца горят еще другие Солнца. Четыре световых года от нас горит звезда Альфа Центавра называется. Нам от нее ни холодно, ни жарко. И, в общем, даже и не видно-то ее по-хорошему на небе, если уж так не приглядываться. Вот так вот. И вообще этих звезд у нас миллиарды. И галактик, это в нашей галактике. И галактик-то тоже миллиарды. И вот столько людей выиграло Волги, да? А собраться газу в звезду, это еще... Так что оказалось, что планета Вселенная не вечна и была сотворена когда-то. А причина сотворения нематериальна. Обычно нематериальные такие объекты называют Богом. Правда? Ну, ладно. Всего доброго вам. До свидания. Всех благ.